Привет, дорогие подписчики и прочие обитатели ютуба! Сегодня будем учиться ездить быстро на треке Grand Valley. Для гайда я выбрал Nissan Silvio Group 4. Это, наверное, сейчас самая популярная машина в классе. Время круга получилось 1 минута 54 секунды и 39 сотых. Пока что это 43-е место в мире. Не супер, но, наверное, сойдет. Ладно, напяливаем среднюю резину, отключаем все помощники, кроме АБС, и поехали. Перед первым поворотом крутим пятую передачу до конца. На шестую не переключаемся и ждем табличку 300. Прямо на ней тормозим в пол на прямом руле, но почти сразу начинаем очень плавно смещаться к внутренней стороне поворота, и когда пересекаем двойную сплошную, начинаем трейлить. То есть постепенно отпускаем тормоз уже на второй передаче, и делать это надо так, чтобы оставаться близко к белой линии справа. Дальше проезжаем вот эту тень, и где-то между тенью и началом поребрика справа на третьей передаче встаем на газ. Не боимся использовать всю площадь трека на выходе, главное не удариться об забор. Продолжаем. На спуске почти постоянно едем на полном газу, держимся левее, потому что сейчас будет скоростной правый поворот. Как только заезжаем под эту конструкцию сверху, сразу начинаем поворачивать. Возможно, я даже немного поздно повернул, но в любом случае, после того, как пересекаем двойную сплошную, буквально на секунду нужно отжать газ примерно наполовину, чтобы правыми колесами заехать за белую линию. При этом левые колеса должны остаться левее, иначе получите штраф. Дальше то же самое, только с белой линией слева. Левыми колесами залезаем за нее, правыми колесами остаемся справа. Пытаемся держаться левее, ждем отметки 400, и сразу после нее тормозим в пол на прямом руле вплоть до отметки 100, и тут начинаем поворачивать. Но тормоз держим на 100%, пока не подъедем к двойной сплошной. Здесь плавно отпускаем тормоз, втыкаем первую передачу, чтобы машину еще больше закрутить, и как только последний белый пенек оказывается на краю экрана, или когда примерно по центру экрана видим вот этих трех чувачков, на второй передаче с повернутым рулем довольно резко встаем на газ. Вроде бы слишком широко здесь ехать не нужно, левыми колесами заезжать за белую линию слева не обязательно. Так, продолжаем, держимся правее, ждем отметки 100, и от нее на полном газу начинаем поворачивать. Возможно, я начал поворачивать слишком рано, но тем не менее, газ отпускаем и начинаем тормозить примерно в момент, когда машина находится между белой линией слева и двойной сплошной справа. Тормозим коротко, но сильно, то есть резко тормозим на 100% и сразу же плавно отпускаем. Пересекаем двойную сплошную, не слишком широко, и в момент, когда едем параллельно с двойной сплошной, на третьей передаче начинаем открывать газ. Левыми колесами обязательно лезем за белую линию на апексе, я тут немного осторожничаю и газ чуток отжимаю, но по идее эти пару поворотов можно и, наверное, даже нужно ехать на полном газу. На следующем апексе правыми колесами снова за белую линию и на выходе надо сместиться еще левее, чем это получилось у меня, и примерно посередине каменного забора слева, продолжая поворачивать, бьем по тормозам и плавно отпускаем педаль вплоть до апекса. Правыми колесами опять за белую линию, после апекса совсем чуть-чуть даем газ, пересекаем двойную сплошную, выпрямляем машину и еще раз коротко бьем по тормозу. Жмемся к белой линии слева, левыми колесами за ней и когда белые пеньки оказываются прямо по курсу, на второй передаче плавно открываем газ, на выходе используем всю площадь, главное левыми колесами за линию не заехать. В следующем повороте держимся правее и начинаем тормозить и поворачиваем от отметки 100. Сначала тормозим сильно и плавно отпускаем тормоз так, чтобы на второй передаче левыми колесами заехать за белую линию и дальше двигаться прямо по ней накатом. Смело встаем на газ, когда видим последний белый пенек по центру. Дальше на полном газу смещаемся левее и как только машина выпрямляется параллельно двойной сплошной, сразу поворачиваем направо, пытаясь попасть вот в эти следы от шин. И после того, как пересекаем желтые линии, немного притормаживаем, коротко процентов на 50, на холостом ходу катимся секунды полторы и резко встаем на газ примерно в момент, когда вот эта беседка перемещается на левую сторону экрана. Я тут даже поздновато начал газовать, много площади на выходе оставил неиспользованной. Едем дальше. На пятой передаче приезжаем к отметке 100 и прямо на ней, или может быть пару метров до нее, на прямом руле тормозим в пол. После того, как заехали в тоннель, начинаем поворачивать и долго и плавно отпускаем тормоз. Держимся близко к правой стене и, как только видим первые намеки на естественный свет, на второй передаче осторожно открываем газ, из тоннеля выезжаем по правую сторону от двойной сплошной и сразу после того, как выехали на свет, аккуратно в полсилы тормозим и поворачиваем. Втыкаем третью передачу и дозируем газ так, чтобы на обоих апексах пропустить белую линию ровно между колес, чуть-чуть переборщите и сразу получите штраф. Ну а дальше ничего сложного. На полном газу едем до финиша, единственная оставшаяся рекомендация – это въехать в тоннель с его левой стороны и сразу, как в него въехали, аккуратно повернуть направо. Тут никаких проблем быть не должно. Теперь посмотрим на весь круг с другого ракурса без замедлений и разберемся с тем, что нужно знать перед гонкой. Во-первых, по правилам на этой неделе в гонке С всем доступны два комплекта шин – средние и жесткие. Но при этом есть требование использовать именно жесткую резину. То есть в гонке не обязательно делать пидстоп, можно поставить жесткую резину и на ней ехать до конца и таким образом сэкономить кучу времени на остановке. Именно такая стратегия является оптимальной. Квалификацию мы катаем на средней резине, а гонку едем без пидстопа, на жесткой. Все просто. И из-за того, что в гонке мы едем с полным топливным баком на медленной и менее цепкой жесткой резине, на это, конечно, нужно делать небольшую поправку. Соответственно, придется тормозить чуть раньше, открывать газ немного осторожнее, но принципиально, я думаю, ничего не меняется. Износ шин небольшой, топливо экономить не надо. Вот такие дела. Если этот гайд вам помог, пожалуйста, жмите лайк, подпишитесь, оставьте комментарий. Мне это жизненно необходимо. Спасибо, ребят, и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok